Когда власти на местах не могут или не хотят решить проблему, у народа еще остается надежда на помощь гаранта Конституции и главу Следственного комитета. Чаша терпения жителей микрорайона Пруцкой переполнялась действительно долго. Активисты Народного фронта приняли первые жалобы. Уровень грунтовых вод в этой части города исторически высокий, и с советских времен проблему решала станция водопонижения завода Аза, за что мэрия до недавнего времени исправно платила по 6 миллионов рублей в год. Последний такой контракт был заключен до первого квартала 2023 года. И со второго квартала 2023 года работы по понижению уровня грунтовых вод в центральной части города алтайским заводам агрегатов не проводились. Соответственно, подтоплены жилые дома, подтоплены земельные участки, нет возможности их использовать. Однако не заключается контракт не по вине властей. Аукцион за последнее время объявляли трижды, но руководству Аза, видимо, такое сотрудничество перестало быть интересным. Хотя сумму контракта удвоили до 12 миллионов рублей, но с условием установки приборов учета. Основная претензия руководства завода, что мы требуем установить прибор учета. Потому что необходимо будет очень детальный контроль. Сколько все-таки воды мы откачиваем и какой эффект станция дает для прилегающей территории проблемным участкам. Бюджет города иначе и не может осуществлять свою деятельность. Ведь если не будет контроля, то завтра же те же жители, но может быть не конкретно эти, а другие, скажут. А как расходуются бюджетные средства? Как расходятся наши налоги? Подскажите, пожалуйста. Но я уж молчу про надзорные органы, которые, конечно же, накажут, если не будет осуществляться контроль. Мы попробовали связаться с директором завода агрегатов, но услышать его мнение по ситуации не смогли. В настоящее время нет на месте. Уехал. А пока городские власти держат на контроле саму ситуацию. Регулярно проводят рейды, фиксируя уровень воды в подпольях, принимая жалобы местных жителей. Накануне проверили больше 40 домов. Удалось пообщаться с 28 собственниками жилых домов. 5 нам отказали в доступе. Составлено 23 акта присутствия жителей. Мониторинг показал наличие воды в 9 погребных приямках подпольных помещений. В 10 подпольных помещений мы зафиксировали увлажненный грунт. В 4 вода отсутствует. В качестве запасного варианта мэрия рассматривает альтернативную возможность водоотведения. Но экспертное заключение по гидрологической ситуации будет не раньше осени, а проектно-сметная документация к третьему кварталу 2026 года. А до этого времени еще много воды утечет. Поэтому надежды на помощь завода не теряют. По поручению главы города в понедельник запланирована рабочая встреча с инициативной группой микрорайона и приглашением руководства завода АЗА. Ну а на завтра назначен очередной, уже четвертый по счету, аукцион на оказание услуги по понижению уровня грунтовых вод, принять участие в котором, по факту, кроме завода АЗА, просто некому. Николай Потешкин. День с толком.